Добро пожаловать на тренировку Top Gun Pior. Это Марти Рунич, и сегодня мы покажем вам как сделать супер острые наконечники для инструментов из трансформируемых наконечников. Вот это и есть самый острый кончик иглы. Ты просто не сможешь сделать его еще острее, чем этот. Именно этой иглой я пользуюсь чаще всего. На самом деле, вот это видео, где я взял металлический нокдаун, вдавил его в панель, а затем нанес по ней смертельный удар весом в 3 фунта. Ну что же, это инструмент, с помощью которого мы его починили. Он очень быстро соберет растянутый металл, и он достаточно острый, чтобы вызвать кровотечение, если им злоупотреблять. Хорошо, а вот этот вот здесь, вроде как такой же, но вы заметили, что наклон не тот. Здесь он немного шире. До этого доходит гораздо медленнее, чем до этого. Этот я использую больше для приготовления апельсиновой корки, и я сам готовлю апельсиновую корку и тому подобное. Для приготовления печенья и тому подобного я буду использовать вот этот, но я бы сказал, что чаще всего я использую именно его, а не вот этот. Сделай его как можно острее. Хорошо, ребята, если вы сделаете вот это, то первый шаг, возьмите удлинитель и прикрутите его к наконечнику, который вы хотите заточить. И конечно вы уже хотите начать с кончика карандаша. А теперь, если хотите получить начальный профиль, можете воспользоваться настольной шлифовальной машиной, но не более чем на 2-3 секунды, а затем сразу же замачивайте ее в воде. Я думаю тебе действительно стоит делать это вручную, от начала и до конца, потому что если ты даже посинеешь, это будет означать, что ты действительно потерял самообладание и не хочешь этого делать. Так что если она вдруг посинеет, значит ты потерял самообладание. Так вот, если ты собираешься использовать настольную мясорубку, то может быть просто на один оборот опусти ее в холодную воду, потом еще на один. Снова опусти в холодную воду и просто продолжай в том же духе, хорошо? Теперь, когда придет время затачивать лезвие, нужно начинать с зернистости 120 и довести до 320. Затем держите лезвие за удлинитель. Сейчас мы просто подтягиваем его к себе и одновременно поворачиваем. И следим за тем, чтобы угол был именно таким, а не таким, как сейчас. Мы хотим, чтобы он был ровным и параллельным, прямо над кончиком иглы. А затем, когда будем затачивать его, повернем вот так. Хорошо, так что мы поворачиваем это и подтягиваем к себе. Все в порядке. Вот как мы это делаем. А вы, ребята, просто продолжайте в том же духе, пока не получите инструмент, от которого у вас пойдет кровь, если вы неправильно на него посмотрите. Вообще говоря, на чем-то настолько остром тебе придется затачивать его заново, наверное, каждые четыре работы, чтобы не оставлять вмятин. Потому что при такой остроте они быстро зарастают. Но они будут делать вещи, зная, на что способен этот инструмент, ребята. Итак, в прошлых видео мы показывали вам, как делать суперострые китовые хвосты, суперострые дверные инструменты, а теперь вы знаете, как делать суперострые откидные наконечники.